вот на бугаре этот дот ну что ребята канал в поисках клада и золото от векона приближается к новым неимоверно сенсационным открытием сейчас будем к нему подходить он стоит на бугарке покружение столетних сосен видно амбразуры сейчас подойду все покажу вам сблизи знаю одно что здесь позиция была очень хорошо оборудована когда фашисты пошли в наступление то они наткнулись на огромное количество всевозможных мин растяжек я здесь находил очень большом количестве которые поставались до сегодняшнего дня такая красивая болотистая такая заводь здесь тоже очень много артефактов я вытаскивал поисковый магнит значит что ну давайте пойдемте посмотрим я вам покажешь по рассказу значит чем он интереснее тем что он двухъярусный во первых во вторых я обнаружил вход точнее выход на случай экстренной эвакуации правда засыпан но ничего вы же знаете канал виклинг это сенсации провокации конечно же золото поэтому посмотрим что сейчас нам здесь удастся обнаружить поэтому вы же знаете многие жалуются говорят не почему-то лишь не переключайся потому что кто же он такой еще покажет вот на этот бугор пашисты забегали здесь все этот весь песок он якобы здесь в первый раз это место обнаружив все было усеяно всевозможными артефактами находками потому что они вперли вперед вперед в надежде быстренько его захватить но ничего у них не получилось так поднимаемся сейчас покажу что с чего начать показать вам сразу выход и показать вам бразуры вот он разорван вот покажу такой был взрыв изнутри что верхнюю часть я называю шляпа просто разорвала подняла в сторону унесло я вот так сказал вам за да покажу второй ярус в принципе его и отсюда видно если станут удобнее чтобы вам было видно вообще был сильный разрыв вот остановлюсь покажу вам сейчас нижний ярус надеюсь вам его видно сейчас еще под это поближе неудобно тяжелейший рюкзак так получше его видно нижний ярус получится вот видно балки перекрытия верхнего вот видно нижний что взрыва такой силы что его покорежил а вот здесь вот вот тут находится потаенный выход еще самого покажу как он шел куда он шел такие швеллера дверцы такие оставались как срезала эту часть получается заднюю стенку ее реально срезала и вот что интересно амбразура которая была посмотрите вот она сохранилась крючочек видно полностью она стала здесь на петлях висит такое прижало не знаю сколько здесь в этом куске тонн 20 наверное вот в сторону отбросил так ну что здесь тоже конечно двери входные колоссальные шеллера всего ты скорежена сейчас я сниму рюкзак наверное покажу залезу поближе потом покажу выход который потайной вот смотри какие беда все поставилось так снимаем кусок и пускаем сейчас вам покажу все как она там есть внутри что одно дело рассказывать другое дело показывает так спускаемся мрачненько все выглядит даже не представляется какой здесь шел колоссальный бой посмотрите вот вырваны и эта стенка огромная ее прям завалила торчит вентиляционная труба еще сейчас покажу дальше зайду даже не верится что так все сохранилось шевеллер просто разорванный потолок от такой такой был сил и взрыв что потолок тоже разорвало сейчас подойдут посмотрю увидел 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 был здесь перископ вот он покажу вот на все что осталось наблюдали за фашистами здесь была ручка можно было поворачивать смотреть влево вправо здесь тоже стенки перекрытия все разрушены получается вот тоже видно окно пулеметное дно это вот первый ярус внизу видно эту балку просто искривила балку просто искривила она прям погнутая потому что сила взрыва была до такой степени мощной получается взрыв и вышел сюда на выход тут темно конечно вот получается видно пулеметная амбразура одна пулеметная амбразура вторая пулеметная амбразура и третья получается три клинотных амбразура здесь было посмотрим еще будет интересненько вам показать сейчас выйду покажу вам вид сбоку его в общем здесь сильно посекло здесь тоже похоже было был заложен часть какого то не знаю взрывного устройства потому что отсюда шла видно взрывная волна потому что очень большой кусок вырвать вот и похоже сюда вот так она и вышла эту огромную огромную стенку просто вывороть вот сюда наружу вот здесь потолок швеллера идут вот видно как с какой мощью был этот взрыв и как все посекло стенка все вообще посечена разорвана на и такие мелкие как я не знаю рваные раны ну в общем ребята реально интересно сейчас я вам выдаю и покажу еще снаружи вот вот это огромная стена которая разворочена сейчас я вам покажу как он выглядит снаружи с этой стороны сейчас я вам покажу еще вот 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 сейчас я вам покажу вот вот экстремный выход сейчас я вам покажу вот подо мной где я иду проходит туннель засыпан взрывом его с той стороны завалило но часто нахожу их не засыпанными но этот засыпан вот он этот выход значит вот так сейчас выхожу вот он бетонный такой колодец получается ну до него наверное метров 15-20 не больше это даже видно после дождя такая ямочка подпросил правильной квадратной формы это там значит что идет идет залито швеллера там такая небольшая комната когда спускаешься и идут в бетонированные ступеньки железные чтоб можно было вылезти когда нужно спастись значит ну что здесь получается был очень сильный взрыв как я уже говорил сейчас покажу с этой стороны его вот получается амбразура видно как она насколько она сильно сорвана сейчас посмотрим что тут еще мы можем показать сейчас заходим наверх смотри как сместилась как я говорил сместилась это наверное сантиметров на 80 наверху корышкой как угодно называйте шляпа так она разорвана наверху на такие огромные куски это вентиляция вот получается это был у нас перископик выдвигался кстати по нему самая крупная трещина идет и наблюдали за врагом кстати сосны специально не срезали для того чтобы был тут был закрыт чтобы его не было видно поэтому здесь конечно в этом плане все сделано идеально классно поэтому что ребята я вам показал один из сегодняшних артефактов очень классных крутых давайте ставим лайки все у кого деды и прадеды воевали защищали родину ставим лайки фашисты разные там полицаи их не родственники друзья ставим дизлайки поэтому давайте не стесняемся пишем комментарии потому что канал в поисках вклада из золота от викинга показывает вам неимоверные крутейшие сокровища реальную историю с нами круто изучать будет очень интересно не переключаемся прямо дальше хотел закричать золото но пока мне золота нет давайте ребятушки пока викинг сокровища поиски золота бриллиантов лучшее видео только у нас на канале провокации сенсации смотрите ставьте лайки мы получили неимоверную премию охотники за сокровищами наш канал викинг это огонь мы огонь мы пламя которое пожирает своих конкретных на своем пути смотрите нас и вы получите неимоверные крутые впечатления эмоции сокровища золото и бриллианты викинг это золото 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 огромный казанок сейчас геннадий выкапывает кстати я это место мне предложил как вариант дироскопа потому что я чувствовал что здесь будет золото неаккуратно он огромный а это не колокол случайно? не знаю но вот видишь куда идет вот заканчивается ты же капец огромнейший это чугун как-то ну чугунок чугунок да? наконец-то сегодня стану богатым я сказал мне всего 80% ну я тоже так считаю если даже 70 ну я не знаю буду торговаться маловато конечно ну я думаю чтобы по-честному, сколько в мою миску влезет, столько я унесу, слышишь, ну реально, так это не знаю, что это чугунки такие бывают, не знаю, это старинный вообще-то, я такое в первый раз, честно вижу, это старинный, я реально такого монстра-гиганта вижу в первый раз, если честно вообще говорить, я думаю, он маленький, я начали, потому что это уже этот, что это лежит колокол, думаю, наконец-то мы нашли колокол, при том уже не хуже колокола, не, ну, то, что мы в сорвовом кушаем, это однозначно, я уже вижу, самое главное, его не разбей, то, что я сегодня в сорвовом кушаем, однозначно, вы посмотрите, как Геннадий играет, сейчас копает, и меня не подпускает раскоп, потому что он сказал, что моя миска слишком большая, наполните, как устанешь, скажешь, я подменю тебе не, ну чугуночек, конечно, отличненький вообще, не, ну это именно находка, и при том он закопанный я таких чугунков никогда, если честно, не видел вот это как раз говорит о том, что это утро в церковном, а там вот выше может и то, что мы понимаешь, ну да на правильном пути мы на правильном пути, только Геннадий повел меня в кусты, я очень долго копал пробки он хотел, чтобы я встал, а теперь он потихонечку выкапывает, ладно, буду сейчас я вот выключусь всем привет, канал номер один по приключениям и поискам сокровищ сейчас будем искать артефакты нашего фашистского генерала что хочу сказать всем нашим, в кавычках, дорогим друзьям и подписчикам, которые нас смотрят если вы нас критикуете, первое, наша огромная к вам просьба, не надо писать с матами второе, если вы пишете, что вы выкопали 500 килограмм монет, 250 слитков золота покажите свое видео, потому что мы заходим на ваши каналы, у вас нет никакого ни контента у вас нет подписчиков, у вас нет вообще ничего поэтому, если вы критикуете, то критикуете по делу и показываете свои классные артефакты мы будем вам ставить лайки за это значит, что по поводу карты один из наших, опять же таки, людей, который смотрел видео по карте уже ее выложил частично, он показал, ну он показал часть карты он предположил, что это немецкое клише он где-то примерно очень близко подошел к разгадке кода, но еще не разгадал поэтому что, сегодня мы ему покажем, этому человеку очередную часть карты, пожалуйста вы можете выкладывать вот эту теперь часть карты мы там, где уже побывали, можем показывать ну не сильно близко, можем показывать можем показывать, но не слишком близко поэтому что, что самое классное и интересное наш фашистский генерал, он реально фашистский генерал когда вы говорите, что на золотой западке изображение Гитлера нет, мы такого не говорили, мы предполагали, что возможно но мы не говорили, когда ты находишь артефакт, ты можешь что-то утверждать поэтому сейчас будем забрасывать надеемся, что будут интересные находки, будем вам их показывать самое главное, не переключайтесь, будет интересно начинаем наш поиск забрасываем поисковый магнит на 120 килограмм хорошо забросил да, даем немножечко да, даем немножечко времени нашему магниту отстояться опуститься на дно сейчас посмотрим что у нас тут будет интересненького какие-то ощущения есть, Андрей Александрович? да, ощущение, что будет золото это будет ниже спускаться потому что если что-то будет, оно реально, скорее всего у нас отцепится так, что, пока есть ничего будем забрасывать и когда будет что-то интересное будем вам включаться показывать что-то тяжелое да, посмотришь, как натяжка идет кстати, может быть что-то стоящее сейчас проверим вот это вот это такой классный момент поискового магнитика вот оно вот бочонок с бриллиантами так что-то есть небольшой бочонок бочонок так, отличненько показываем давайте рассмотрим интересненько от снаряда похоже видишь, так разорванный как фрагмент погнутые края нет, это не от снаряда Грянь, посмотри, здесь ковка идет это ручка смотри монументально сделана грубоватая работа смотри это ручка от топора видишь, смотри как раз под ладонь видишь, идет смотри, тут оно как было чем-то покрыто дай-ка, видно будет секундочку, сейчас приближу видишь, здесь так закруглялась под руку вот так, видишь класс вот бы целый топор достать Андрей Александрович и крючок достали и крючок вот смотри леска получается так можно и рыбу словить смотри вот так видно, да? смотри да вот крючок видно, да крючочек видно ну конечно самая интересная находка что мы сейчас вытащили это вот эта ручка от топора викингов по всей вероятности очень интересно, здесь видишь тут шли элементы какие-то, видишь вот видно вот они идут дома почистим конечно однозначно под руку рукоятка была здесь тоже видишь фигурно низ шел фигурный, видишь смотри вот он, видно что он фигурно низ шел чтобы не слетала рука, не скользила интересно конечно, да реально, и вот смотри, получается здесь рука упиралась вниз, а здесь вот видишь вверх получается вот так вот здесь похоже был какой-то крепеж то есть это наверное а здесь само древкошно но если честно классная находка редкая такую рукоятку не каждый день найдешь средневековую если честно очень классная находка поэтому мы не любим конечно, как некоторые говорят вы попрошайничаете лайки, нет мы их не попрошайничаем мы просто говорим, что давайте нам пальчики вверх это нас очень классно мотивирует пожалуйста, поддержите наш канал забрасываем дальше вы наконец-то пошли находки потому что работали несколько часов, вообще не было никаких находок что-то там еще есть не знаю, сейчас примагнитель или не примагнитель может быть весь топор ну может быть фрагменты от рукоятки может быть топор, да сейчас очень хотелось бы достать его, если честно придется побросать может быть даже на лодке приплыть ну поработаем еще 3-4 часа позабрасываем, да интересный артефакт, конечно Сорвалось Сейчас посмотрим Сорвалось Сорвалось или нет? Нет, пока здесь ничего нет вот смотрите честно, не обманываем золото не прячем по карманам хотя оно сюда не примагничивается но у некоторых примагничивается у некоторых целые каналы есть поиск золота поисковый магнит у некоторых примагничивается у нас почему-то ни золото ни серебро не примагничивается не бриллианты да, бриллианты к сожалению ни одного бриллианта еще не примагнитилось но кстати по бриллиантам смотрите на мой пальчик и будете смотреть классное кольцо с бриллиантом это его стоит если честно потому что мы сами когда его нашли не поверили своим глазам сейчас уже заказали если честно путевки уезжая немножко отдохнем я уже говорил куда не буду акцентировать поэтому давайте продолжаем забрасывать забрасывать уже наверно часа три предартефакт достаем он срывается но интересно сейчас что-то идет не знаем это он мы рассчитываем почему мы отсюда не уезжаем потому что каким-то суп топор что там плохо вижу ух ты не ух ты это капец это реально это просто сенсация это силовая сенсация наконец-то 6 часов работы Ого. Это просто неимоверная находка. Да какой-то тесак целый. Хотели достать топор, достали тесак. Я тебе скажу честно, фашистский генерал нас с тобой преследует везде. Ты помнишь про тот кинжал, который нам рассказывали? Да, отлично. Не знаю как его назвать, кортик или кинжал. Просто, чтобы вы понимали, он огромный. Наверное, сантиметров 50 в длину. Не знаю, как так видно? Да, отлично видно. Лишь так и стоите. Вообще очень классно. Я скажу честно, очень крутой артефакт. Не знаю, вот так видно, я надеюсь. Там одна история была, мы потом обязательно про него расскажем, что он делал. Ну и когда такое находишь, конечно, такие артефакты, это, конечно, даже не верится. Если честно, что такое возможно еще найти. Огромный, острый, заточенный. Сохранился отлично. Супер сохранен, посмотри. Вот так покажу, глянь. Отличный сохран. Просто супер сохранен. Грязи в болоте хорошо пролежал. Сохранился просто класс. Что я могу вам сказать? Вот он генерал. Вот это просто то, ради чего мы сегодня целый день работали, работали, работали. Поэтому, конечно же, я вам скажу честно, если у вас есть минутка, посоветуйте, я вот показываю пальцем. Посоветуйте своим друзьям, знакомым. Классное видео про фашистского генерала, серебро фашистского генерала, золото фашистского генерала, карта фашистского генерала. Реально интересно. А теперь у нас еще будет огромный кинжал фашистского генерала. Это канал про приключения. Не переключайтесь, смотрите нас до конца. Реально круто и интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА